Библейский портал экзегет.ру представляет Восьмая глава книги «Не имею», я читаю свой перевод для библейского портала «Экзегет» с небольшими комментариями. Ну, вот первые семь глав были про восстановление стены Иерусалима, как это было задумано, как это совершалось, какие были препятствия, и, наконец, в конце седьмой главы стены восстановлены. И можно сказать, что Иерусалим уже существует как город. И что же в этом городе будет дальше? Как в нем будет устроена жизнь? Ну, вот в седьмой главе тоже мы читали про перечень родов, которые там присутствовали, которые жили в этой стране. Но жить и просто быть в этом месте еще не значит, собственно говоря, исполнять то, ради чего эти стены были восстановлены, восстановление народа Божьего на его земле. Вот в восьмой главе, может быть, это ключевая для всей книги глава, описывается, что, собственно говоря, должно происходить дальше. Когда настал седьмой месяц, израильтяне уже расселились по своим городам. Вот закончилось восстановление стен, и все отправляются на постоянное место жительства. Тогда весь народ, как один человек, собрался на площади перед водяными воротами и просил книжника Эзру принести свиток Моисеева закона, заповеданного Господом Израилю. Эзра – тот самый книжник, имя которого носит предыдущая книга Эзры. И не имеет, а, в принципе, две книги об одной и той же истории. И в первый день, седьмого месяца, священник Эзры вынес закон пред всем собранием, мужчинами и женщинами, чтобы они прислушались и вняли ему. На площади перед водяными воротами он читал его вслух от зарей до полудня. А мужчина и женщина внимали, слух всего народа склонился к закону. Вот построены стены, есть физическое пространство, где им можно жить, а закон создает пространство духовное и нравственное, где они могут жить и знать, что вот эти границы закона, их отделяют от мира язычества. И дальше очень подробно описано, как все это происходило. Песец Эзра стоял на сделанном специально для этого деревянном помосте. А подле стояли Матитья, Шема, Ана, Иурия, Хилкея, Моосея по правую руку, а по левую Педая, Месаэль, Малкея, Хашум, Хашбаддана, Захария и Мишуллан. Эзра на своем возвышении развернул свиток на глазах у всего народа, и весь народ тотчас поднялся на ноги. Эзра благословил Господа, Бога Великого, и весь народ, воздев руки, ответил «Аминь, аминь», а потом все по олениц, до земли поклоняясь Господу. «Ешуа, Бани, Шаровея, Ямин, Яков, Акув, Шабетай, Худея, Моосея, Кирита, Азарь, Юзават, Хананя, Пелай» — это левиты. Разъясняли закон народу, стоявшему на своем месте. Читали вслух свиток, давая пояснение и толкование, чтобы прочитанное было понято. Что здесь описано? Вот в дальнейшем это станет, и в иудаизме до сих пор остается, такой основной моделью. Она отчасти взята и христианской традицией. Текст написан на древнееврейском языке. Его уже не очень понимают, потому что израильтяне уже жили долго в Вавилонии и перешли на арамейский разговорный язык. Он был довольно близок к древнееврейскому, но все-таки от него отличался. Ну, разница примерно как церковнославянский и русский. Многое так же, но далеко не все. И читается священный текст на этом языке, на котором он написан. А левиты разъясняют народу его смысл. И это не только перевод, это еще и толкование. То есть священный текст, он существует сам по себе, но и существует в обрамлении вот этого перевода на современный понятный язык в сопровождении толкования. Медраша, как это будет называться в иудейской традиции. Вот первое зафиксированное в Библии как раз представление текста вот по этому образцу. Тогдашний правитель, не имея священника, книжника Эзра и левиты, толковавшие закон народа, сказали всем, «Свят си день перед Господом Богом вашим, не скорбите и не рыдайте, а весь народ рыдал, слушая слова закона». То есть они понимали, насколько далека их жизнь от этого. Они понимали, как многое они нарушили. И, может быть, продолжают нарушать. Но Эзра велел им, ступайте, ешьте и пейте в сласть, делясь с теми, у кого ничего не приготовлено. Ведь этот день свят у нашего владыки. «Ни к чему скорбеть, пусть придает вам сил ликования о Господе». Успокаивали народ и левиты. «Тише, не плачьте, ведь этот день свят». И весь народ пошел пировать, делясь с другими из-за этой великой радости, ведь они поняли слова, которые были объявлены им. Смотрите, народ рыдает от того, что осознает свое несоответствие закона, свою греховность. А Эзра довольно строгий книжник. Такой прямолинейный, твердый. И его левиты, помощники, которые должны, казалось бы, долбить этот народ и говорить, «Да, вот вы еще это нарушили, это нарушили, вы еще даже не поняли, что дальше вы больше нарушили, если читать книгу вперед». Они говорят, «Не плачьте, это день свят». То есть не так важно, как человек грешен был в своей предыдущей жизни, как важна его готовность к покаянию, его открытость для того, чтобы жить дальше по этому закону. И левиты, вместо того, чтобы подчеркивать греховность и напоминать, может быть, о тех положениях, которые люди еще даже не осознали, они наоборот говорят, «Это день праздника, это день ликования». Вы, может быть, даже еще не поняли всего, вы, может быть, еще не готовы полностью исполнить этот закон, но вы уже стремитесь к этому. Вот это момент обращения. И это день радости. На другой день к книжнику Эзре собрались главы отеческих родов, священники левиты, чтобы получить наставление о словах закона. То есть, смотрите, вот уже люди сами ищут этого закона. До плена очень частая ситуация, пророк говорит людям о законе, толкует его, напоминает, призывает, а люди от него отмахиваются, это в лучшем случае отмахиваются, в худшем они его убивают просто. Но здесь уже народ понимает, к чему это приводит. Уже народ говорит, что без закона нам никуда, мы хотим по нему жить, но мы многого не понимаем. Объясни нам и столкуй. И они обнаружили, что в законе, заповедном Господом через Моисея, написано, чтобы сыны Израилева жили в шалашах во время праздника в седьмом месяце. Праздник шалаши или кущей в старых переводах, это как раз книги Эзре, предшествующие книги, подробно описано. По всем их городам и в Иерусалиме было объявлено и провозглашено, ступайте на холмы, возьмите там ветви садовые и дикой маслины, ветки мирты и пальмы, ветви всяких листных деревьев, чтобы сделать шалаши, как и написано в законе. Но этот праздник, он воспоминание о переходе через пустыню, когда домов не было, жили вот на природе, на свежем воздухе, в шалашах, чтобы от солнца или от дождя как-то защититься. Народ отправился за ветвями, сделал себе шалаши на крышах, во дворах домов и во дворе Божьего храма, и на площадях у водяных ворот и фремовых ворот. То есть выйти из дома и жить, как пришельцы, странники, путешественники. «Вся община вернувшихся изгнанников построила шалаши и жила в них. А такого сына Израилева не делали со времен Ешуа сына Нуна, Иисус Новин в старых переводах, и до тех самых пор. Велика была их радость». То есть смотрите, оказывается, одно из важнейших положений закона не соблюдалось вообще никогда, ни при Давиде, ни при Соломоне, ни тем более в более поздние времена. То есть очень много вещей были забыты, оставлены, заброшены, и возрождение Израиля, оно начинается с того, что Израиль читает книгу, и в этой книге находит пример для своей жизни. «Велика была их радость. И за дня в день читали они свиток Божьего закона с первого и до последнего дня, а праздник отмечали семь дней, на восьмое было положенное собрание». Вот народ начинает жить по закону, и понятно, что это действительно какое-то новое начало. Девятая глава будет продолжать эту тему, но уже скорее она будет посвящена молитве.